С понедельника зрители телеканала «Алау» ждут изменения. Во-первых, с 25 февраля у канала изменится сетка вещания. Узнавать последние новости области зрители на русском языке смогут, как обычно, в 20.00. Но вот повтор новостей будет перенесен с 22.00 на 12 часов ночи. Новости на государственном языке теперь будут не в 16 часов, а в 18.00, а сухбат с 5 будет перенесен на половину седьмого. Мы пытаемся для наших телезрителей создать хороший, удобный и интересный телевизионный вечер. Человек пришел после работы, он может в 8 часов посмотреть новости, в половину девятого посмотреть авторскую программу какую-то интересную. Мы каждый день показываем разные проекты сейчас есть, и будут еще появляться новые интересные. И после этого в 9 часов вечера он теперь будет на нашем канале смотреть телевизионный сериал. Что касается привычной для зрителей утренней программы «Разбудильник» и традиционной дневной «Омирагэмэ», все остается по-прежнему. К слову, у зрителей, говорящих на казахском языке, ждут приятные сюрпризы. Появятся новые программы, рубрики и сериалы на государственном языке. Жители абсолютно разных возрастов смогут найти передачу по душе. В новом сезоне мы планируем выпустить несколько программ на государственном языке. Это будут программы про историю родного края, про лица великой степи, а также в рамках программы «Омирагэмэ» дневной будет рубрика по изучению латинского алфавита. Это все телезрители могут увидеть в новом сезоне. Телевизионные уроки по латинице будут актуальны как для тех, кто владеет государственным языком, так и для только изучающих его. На этом нововведения не заканчиваются, а ЛАУ начинает сотрудничество с карагандинским каналом «Новое телевидение». Этот канал вещает уже в пяти городах. А теперь и кустанайцы смогут смотреть новый контент, звонить к ним в прямой эфир, чтобы поделиться мнением, поздравлениями или просто рассказать о себе стране. Иногда возникают очень интересные случаи, я их сам в эфире видел, когда из одного города позвонил человек, например, из Казаларды или из Караганды и передал поздравления своим друзьям и родственникам, а там через 20-30 минут у них еще один звонок, эти же родственники в другом совершенно городе, на другом краю страны перезвонили, ему ответили и тоже его поздравили в ответ. То есть вот сейчас к этой большой семье мы тоже можем присоединиться. Ко всему прочему на нашем канале увеличится и время на художественные фильмы. Теперь в будние дни зрителей ждут три сериала. Это будут и российские сериалы, и на госязыке. А начиная с пятницы до воскресенья всей семьей можно будет расслабиться за просмотром фильмов. Алексей Кудрявцев, Диар Ахмеченко, Мила Солкомбаева, РТН.